МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередная зима без голубого топлива. Жители двух сел Кунбатары-Баранчи Ногайского района годами ждут обещанную газификацию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот эта газификация уже сидит не в том, что здесь. Вот здесь сидит у нас уже. Это единственная такая проблема. Школьный переполох. С чем связан всплеск негодований дагестанцев в канун учебного года? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Квартира за знания основы слама. Подводим итоги конкурса по книге благонравия праведников. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это итоги недели на ННТ в студии Патимат Ханапова. Здравствуйте. Жители двух сел Ногайского района намерены бойкотировать предстоящие выборы. Поселения Кунбатар и Баранчи вот уже десятки лет проводят зиму без тепла в домах. Села обещали газифицировать еще три года назад, но этого так и не произошло. В очередной раз жители Ногайских и населенных пунктов вышли на сход, чтобы выразить свое недовольство. Подробнее в специальном репортаже Хамзы Нурмагомедова. Население сел Кунбатар и Баранчи составляет более двух тысяч человек. Ни в одном из их домов нет газа. От холода зимой мерзнут как дети, так и взрослые. Вот эта газификация уже сидит не в том, что здесь. Вот здесь сидит у нас уже. Это единственная такая проблема. Постоянно здесь тоже сходы делаем. В район ездим. И вчера мы ездили. Нам обещают, но они ничего не могут, потому что деньги идут вроде оттуда. В администрации села Кунбатар собрались около ста человек. Селяне в очередной раз возмущены бездействием местных властей. Мерзнуть в очередную зиму им не хочется. Некоторые отапливают дома дровами. Для этого они вынуждены незаконно вырубать лес, который и так в этих краях мало. Другие используют электроприборы. Но и здесь возникают проблемы. Каждый человек хочет у себя дома либо электричество, либо чем может. Он топит. И в итоге вся нагрузка на эти электрические сети приходится. А они не удерживают. Трансформаторы выходят из строя. Старейшины есть у нас. Наши аксакалы тоже есть. Молодежь тоже есть. Все они говорят, что толку нам от этих выборов, которые сейчас 19-го будут проходить. У жителей настроения особого нет вообще на эти выборы идти. Потому что эти выборы для нас не праздник, как раньше было. Это просто какая-то демонстрация чего-то и все. Наладить газификацию в селах, в том числе подвести газовые сети, к каждому дому правительство республики обещало еще в 2018 году. На это дело выделили средства, подготовили документы. В 2019 году в Баранчи и Кунбатар установили газораспределительную станцию. А подвезти газ к домам людей не хватило ни денег, ни времени. Все этапы, которые необходимы были проведены, были согласованы с правительством. Управление капитального строительства в лице своих подрядных организаций, своих подрядных организаций ДАКС и Льхострой, мы приступили к этим работам. В данный момент уже источники финансирования определены. Единственная была маленькая задержка у нас прошла 2-3 месяца в связи с тем, что у нас был резкий скачок удорожания стройматериалов. Поэтому та сметная стоимость, которая у нас была предусмотрена, она уже потеряла актуальность и там невозможно было по ней уже строиться. По нашим планам мы уже сейчас будем выходить на тендер, на объединение торгов по этим работам. И в начале декабря, в начале или середине декабря, мы уже планируем заключить контракт и приступить к данным работам. Все же и эту зиму жители сел Буранчи и Кунбатар газа в своих домах не увидят. Правительство республики намерено только к следующей зиме закончить все работы. Протесты, обещания и первый звонок. Прошедшая неделя в Дагестане оказалась насыщенной на школьные перипетии. Пока одни школьники готовились начать учебный год в новой школе, другие не знали, где будут проходить их уроки. Так, в Бабайуртовском районе, в селе Львовское, люди вышли с протестом. Родители учеников отказывались пускать детей учиться. Требовали дать им новую школу взамен ветхой. Детей на занятия не пустили не только из-за аварийного состояния школы, но в том числе в знак протеста. Люди хотели быть услышаны властями. В какой-то степени им это удалось. Новую школу жителям села чиновники ответственно пообещали. А пока будут идти строительные работы, уроки организуют в здании местной администрации. Не готовы были отправить своих детей в школу и жители села Нечрас Табасаранского района. По их словам, учебные заведения не могут привести в порядок вот уже около шести лет. Нет воды, канализации и не завершено благоустройство территории. По словам родителей, строительство данной школы ведется с 2015 года. И в связи с отсутствием полного финансирования работы никак не завершат. А в Цунтинском районе, в селе Гутатли, дети остались без праздничной линейки из-за конфликта между учителями и дирекцией. Напряженная обстановка в этом учебном заведении продолжается больше года. Почему точка кипения оказалась в начале учебного года, а родители не устраивают новые объекты образования, директоры и педагоги вступают в открытые конфликты, и почему в республике до сих пор остро стоит вопрос ветких школ. Об этом и не только. В нашей студии мы поговорим с министром образования и науки Республики Дагестан, с Яхьей Гамидовичем Бучаевым. Добрый вечер, Яхья Гамидович. Вы, наверное, в курсе тех проблем, о которых мы рассказали в нашем эфире. Вот как вы считаете, почему появляются вот такие панические настроения у людей именно в канун учебного года, скажем так? Много было историй по районам, когда родители были против отправлять детей в школу. В общем, как вы считаете? Добрый вечер. Ну, я бы не сказал, что эти настроения были панические. И, конечно, можно понять родителей, которые долгие годы как бы мирились с ситуацией, когда их дети вынуждены были ходить в здания, не совсем пригодные для ведения качественного образовательного процесса. Но в прежние годы от бессилия, от невозможности решить проблемы, может быть, даже уже люди и устали напоминать об этом. Сейчас мы видим очень чуткое, внимательное отношение нашего руководителя, главы Республики Сергея Алимыча Меликова, к вопросам образования, вообще к вопросам жизни людей в их, как бы, и в городах, и в селах, к их обустройству, к социальной инфраструктуре, которая их окружает. Глава Республики и председатели правительства, они принимают уже по ряду таких очень острых проблемных социальных вопросов конкретное решение. Есть поручение руководителей включить строительство многих школ и детских садов в республиканскую инвестиционную программу на 2022, 2023 и 2024 годы, на будущий бюджетный цикл. Ну, понятно, что в одночасье сразу решить эти проблемы невозможно. И тут, с одной стороны, можно и понять людей, которые хотят все же улучшить условия для обучения своих детей в школах, в детских садах. С другой стороны, конечно, все должны понимать, и условия нашего скудного дотационного бюджета, все вопросы в одной части мы решить не можем, но мы пытаемся. Государство проводит очень большую работу потом в вопросе проведения в порядок, в нормативный порядок материально-технической базы образовательных учреждений. Я напомню, что у нас только в рамках программ, которые поддерживаются правительством Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации, на сегодняшний день строится порядка, в этом году должны построиться и ввести в эксплуатацию 73 объекта образования, из них 16 школ и 57 детских садов и яслей. Это очень огромная, существенная помощь. А вообще в рамках всех программ, не только Министерства просвещения, там есть и программы Министерства строительства, программы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В целом по Дагестану до конца 2023 года, без учета тех соглашений, которые мы за этот короткий период при поддержке нашего правительства Дагестана заключили, было уже соглашением подписано 166 объектов, 82 школы и 84 детских сада с яслями. И за короткий период с июня месяца по август 24 школы также прошли конкурсный отбор. Если вот их тоже добавить к тем объектам, которые 166, которые уже прежними соглашениями были с 2020 года, шла их реализация, у нас до конца 2023 года в республике должны построиться и ввести в эксплуатацию. Задумайтесь, это огромное число должны ввести в эксплуатацию 190 объектов, из которых у нас получается 106 школ и 84 детских сада. Это, я не знаю, такие ускоренные темпы вряд ли были даже в период становления советской власти в Республике Дагестан. Я просто прошу набраться терпения. Я думаю, что и в рамках республиканской инвестиционной программы тоже в Республике Дагестан будут приниматься такие решения о том, чтобы изыскивать средства и строить, и в том числе те школы, которые не попадают в федеральные программы, в рамках республиканской инвестиционной программы, чтобы была возможность их тоже привести в нормативное состояние. А насколько возможно разрешить проблему ветхий школ и проблему трехсменки, то есть возведение этих объектов? Понимаете, у нас на сегодняшний день в официальной статистике 28 школ функционируют в трехсменном режиме обучения. Из этих 28 школ у нас по 14 школам есть источники финансирования, по которым мы, опять же, до конца 2023 года сможем ликвидировать трехсменный режим. По 12 школам у нас пока нет источников финансирования, и мы их не заявили в программы, не имели возможности, так как у муниципалитетов, например, где школы в этом трехсменном режиме, нет земельных участков, нет соответствующей инфраструктуры, куда можно подключить. Тут проблемы не только муниципальной власти или республиканских и федеральных властей, которые могут заявляться на курт, тут и проблемы самого нашего общества, которые в прежний период грабительским образом, просто нарушая все нормы законов и человеческие нормы, морали нормы, прихватизировали все земельные участки, которые должны были быть отданы под социальную инфраструктуру. Сейчас мы вынуждены мириться, и у нас есть в городе Махачкала 10 школ, например, которые функционируют и в трехсменном режиме, и имеют еще риск отзыва лицензии на ведение образовательной деятельности. Тем не менее, столица не имеет возможности, даже при наличии средств федерального бюджета, к которым мы можем в конкурс зайти, мы не имеем возможности подать документы на конкурс, потому что нет соответствующего земельного участка, все они захвачены какими-то коммерческими фирмами, или на этой территории построены огромные многоэтажные дома, которые также не обеспечены никакой социальной инфраструктурой. И, к сожалению, сейчас приходится все. А в судебном порядке сложно разрешить? Ну, как вы думаете, куда деть людей, которые купили уже сотнями квартиры, которые окружают практически все наши школы, и ни одного куска земли не оставили для того, чтобы там разместить или дошкольно-образовательные организации, или наши школы. Вот помимо программ, которые вы перечислили, есть у нас такая республиканская программа «100 школ». Насколько эта программа помогает разрешать проблемы, или все-таки невозможно основной акцент делать именно на этой программе, нужны и какие-то иные? Может, в планах есть у вас? Спасибо. Да, конечно. Это программа поддержки местных инициатив, которая в Республике Дагестан была ориентирована именно на капитальный ремонт образовательных организаций. она внесла существенный вклад в приведение в нормативное, какое-то более-менее нормативное состояние части общеобразовательных организаций. За это огромное спасибо, конечно, и меценатам, которые к этой работе подключались, и муниципальным властям, которые софинансировали эту программу. Но на сегодня вы все в курсе. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, он на съезде «Единая Россия» выступил с инициативой запуска широкомасштабной программы капитального ремонта общеобразовательных организаций по всей стране. И Республика Дагестан также начала активно принимать в этом участие. Мы вместе с муниципальными властями от правительства республики отправили уже на конкурс заявку на 186 образовательных организаций, которые на момент сбора заявок предоставили. Проектно-сметную документацию на капитальный ремонт. Мы сейчас ждем результатов этого конкурса, ждем, какое количество образовательных организаций нам дадут отремонтировать в 2022 году. Но у этого конкурса будет продолжение еще на 2023-2024 год. Будет очень существенная помощь, и причем позиция федерального центра такая, чтобы регионы не снижали тот уровень затрат региональных бюджетов, которые они до этого тратили на капитальный ремонт. То есть федеральный бюджет будет софинансировать эту работу в большем масштабе. Но вот те средства республиканского бюджета, которые мы тратили на капитальный ремонт по программе 100 школ, мы будем продолжать эту работу уже в рамках финансирования и с федеральным софинансированием вот этой уже более крупномасштабной программы капитального ремонта общеобразовательных организаций. И тут надо отметить, что она гораздо в своей логике, в своей идеологии гораздо более шире, чем просто капитальный ремонт. Речь идет о том, чтобы регион те школы, которые войдут в эту программу, обеспечил еще и 100% учебниками. Чтобы там был приведен нормативное состояние, здравпункт. Чтобы там был хорошо оснащен спортивный зал. Чтобы по возможности там поменяли полностью школьное учебное оборудование. То есть, чтобы в школе возникла абсолютно новая образовательная среда. И причем вот мы недавно буквально получили еще инструктивное письмо с Министерства просвещения Российской Федерации, в котором указывалось на необходимых субъектов также провести полностью повышение квалификации всех педагогических и управленческих команд школ, которые войдут в программу капитального ремонта. Это очень правильный, системный, грамотный подход. Я надеюсь, вот таким образом за три года, пока будет действовать программа капитального ремонта, мы не только внешний облик образовательной организации в соответствии проведем, но и внутреннее содержание тоже. Вот про 100 школу можно сказать, что в основном все зависит от меценатов. Вот если нет мецената, как бы невозможно и отремонтировать какую-то определенную школу. Можно сказать, что по этой новой программе мы не будем созависимы от мецената? Конечно, там роли меценатов уже нет в этой новой программе. Там будут средства регионального бюджета, которые будут направлены на капитальный ремонт и софинансирование федерального бюджета. Предположительно, в процентном соотношении около 80% это федеральный бюджет и около 20% это средства регионального бюджета. И вот хотелось бы еще поговорить про какие-то позитивные тенденции. Вот к началу нового учебного года сколько все-таки школ удалось ввести в эксплуатацию новых именно? К началу нового учебного года мы ввели в эксплуатацию с лицензией 9 общеобразовательных организаций. Ну, к 1 сентября их было 7. Ну, вот буквально в первые дни сентября еще 2 общеобразовательные организации получили лицензию. Поэтому таких у нас, таких школ, которые, скажем так, к 1 сентября и в первых числах сентября получили лицензию и открыли свои двери, для ребят в республике было 9. И также 14 детских садов по республике и в рамках национального проекта демография, в рамках национального проекта образования и в рамках республиканской инвестиционной программы, 14 детских садов также открыли свои двери для детей уже младшего возраста. Ну, и в завершение хотелось бы услышать от вас какое-то наставление для родителей, школьников, которые все-таки вот ждут. На данный момент, вот вы и сами признали, что их немало, которые ждут новых учебных заведений и, возможно, капитального ремонта. Что бы вы... Ну, учебными заведениями мы будем заниматься, их внешним состоянием и строительством. Эти вопросы мы будем решать. Как бы для этого и участие родительского сообщества. Как бы власть понимает необходимость всех этих процессов. Громко их озвучивать сейчас смысла особого нет. Содержания это иметь не будет. И так мы знаем, они... Все эти объекты известны. И Министерство просвещения Российской Федерации, и Министерство образования и науки Республики Дагестан, и правительству Республики Дагестан. Все до одной общеобразовательной организации, которые находятся в аварийном состоянии. Их 122 у нас. По 21 объекту у нас есть источники финансирования. По 101 школе эти объекты, эти источники финансирования изыскиваются. Это по аварийным школам. 87 ветхих школ. Они тоже известны. По ним тоже работа проводится. Как мы уже сказали, у нас есть 555, это без ветхих, если брать, образовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, которые подтверждены формой статистической отчетности ООО-2. О них тоже мы знаем. О типовых и приспособленных школах мы тоже знаем. О проблемах с пищеблоками знаем. Поэтому мы нацелены на то, чтобы эти проблемы, вопросы решить. Но я бы очень рекомендовал родительскому сообществу сконцентрироваться на вопросах качества образования. Материально-технические вопросы мы будем снимать. Есть очень много программ, в которые Дагестан уже заявился и получил очень, мы об этом сказали, получил очень серьезную поддержку федерального центра. Мы и дальше будем продолжать эту работу. Но нам крайне нужна, крайне важна сейчас, на сегодня, помощь родительского сообщества для поднятия качества образования. Чтобы требовать, именно требовать от педагогического сообщества качественного образования для своих детей. Чтобы мы детей отправляли не просто отсидеть там с утра до обеда или с обеда до вечера, кто в какую смену ходит, вернуться домой. Чтобы мы отправляли туда их именно за знаниями, которые они должны получить, за знаниями 21 века. Чтобы могли наши дети без проблем сдать и все итоговые аттестации на достойную оценку, достойный уровень своих знаний. И дальше продолжить свою профессиональную карьеру или на какой-то работе, или продолжая профессиональное обучение свое. Для этого мы все вместе должны сконцентрировать свои усилия. Вот тут я хотел бы, чтобы наше родительское сообщество было более требовательное к содержанию школьного образования. Не только к внешним атрибутам, но и к содержательной части нашего образования. К тому, как реализуется федеральный государственный образовательный стандарт у нас уже на уровне даже дошкольной образовательной организации. У нас детские сады и ясли на сегодняшний день не являются местом, где должен осуществляться присмотр и уход. Это место, где должна вестись уже образовательная деятельность, воспитание и обучение. Есть специальная программа воспитания, которая с 1 сентября должна быть внедрена во всех дошкольных образовательных организациях. Есть федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, который предписывает все этапы, которые должен пройти у нас ребенок младшего возраста, дошкольного возраста, для того, чтобы пройти правильную подготовку к начальной школе. Есть федеральный государственный образовательный стандарт нашего общего образования. Я хотел бы, чтобы родители в эту тематику глубоко погрузились. И требовали от наших школ содержать содержание образования соответствующего. Тогда, я думаю, общими усилиями мы это сделаем. А школьникам нашим я хотел бы пожелать удачи в этом учебном году. Он нелегкий, он никогда не был легкий и не будет легким. И чем дальше у нас идет цивилизационный прогресс и в нашей стране, и вообще в общем в человечестве, учеба становится все более и более перегруженной, нагруженной. Ну, надо готовиться к взрослой жизни сейчас, с младших классов. Все это зависит от усердия. Да, чтобы потом и не жалеть, и чтобы потом было легко во взрослой жизни. Чтобы ты был конкурентоспособный, чтобы ты был профессионал своего дела, надо трудиться сейчас. Великий наш полководец Суворов, у него есть крылатое выражение. Тяжело в учении, легко в бою. Вот этого принципа надо придерживаться все 11 лет своей учебы. Ну, в общем, можно резюмировать, что в целом Министерство образования в курсе проблем, будет их разрешать, а родителям немного терпения, чтобы поспособствовали. Терпение одно, но и нужно глубокое участие в содержательной части и программы воспитания, и программы обучения. Все, спасибо вам за такое небольшое интервью, но важное. В целом, наверное, мы на этом закончим. Спасибо. Спасибо. Вам успехов в начинаниях ваших. Спасибо. В столице Дагестана продолжается борьба против самостроев. Так, на неделе демонтировали строение в микрорайоне Акгель. Возведение объекта осуществлялось с нарушением закона. Вместо разрешенного строительства двухэтажного дома, собственник начал возводить многоэтажный дом. С привлечением ответственных структур, стройка была приостановлена и снесена на уровне четвертого этажа. Как сообщают в прокуратуре, ведется работа по выявлению фактов самовольного строения или возведения объектов без необходимой документации. Мэр города Салман Дадаев на одном из совещаний отметил, что третий год, как на территории Махачкалы, прекращена выдача разрешений на строительство многоквартирных домов. Он также добавил, что необходимо усилить принудительное исполнение решений судов по демонтажу незаконных объектов. В структуре муфтиата Дагестана произошли кадровые изменения. Духовный лидер принял решение о назначении Мухаммада Майранова на должность председателя муфтиата. Это решение было озвучено на встрече с религиозными деятелями. Шейх Ахмад Афанди поблагодарил за проделанную работу, ранее занимавшего эту должность Шамиля Алиханова. Муфти пожелал новому председателю успехов и помощи Всевышнего в дальнейшей просветительской деятельности. Какую бы должность мы не занимали, мы все равно служим одному Аллаху. Когда любого работника принимал сюда, в духовное управление, я к каждому работнику говорю, с сегодняшнего дня я твой помощник. Вот с сегодняшнего дня мы помощники Майранова Мухаммада. Просим Аллаха, чтобы Аллах ему дал терпение, терпеть характер других людей, которые против него будут говорить, против него будут выступать, а то, что против нас говорят и против нас работают, естественно, пусть работают. Но у нас есть одно. Мы верим в Судный день. Мы верим во Всевышний Бог. С этими людьми мы, конечно, перед Всевышним станем успехов еще раз, благополучия. На этой неделе определился победитель масштабного всероссийского конкурса по книге «Благонравие праведников». В нем принимали участие тысячи людей со всей страны. Торжественное награждение прошло в Махачкале. Кто стал счастливым обладателем квартиры в столице республики, узнал Хамзанру Магомедов. 14 тысяч участников разных возрастов нации вероисповеданий. Книга «Благонравие праведников» объединила Россию. Содержание книги «Благонравие праведников» как раз-таки ориентировано на то ядро, на ту основную цель, которую несет в себе религия Ислам. Это формирование благих нравов, это воспитание, это наполнение смысла своей жизни именно уважительным отношением ко всему и ко всем окружающим. Финал конкурса прошли чуть более 200 человек. Их работы проверяли неделю. Среди участников немало тех, кто выучил книгу наизусть. Поэтому работы призеров организаторы перепроверяли шесть и более раз. Люди книгу знают наизусть и пишут слово в слово. Даже в тех местах, где мы хотели, чтобы они в общем написали, дали ответ, там тоже они писали как есть из книги, либо обзац, либо что-то высказывание. Они вот так полностью его писали, цитировали. Между первым и вторым местом там полтора балла практически, целых десятых. И вот так, дальше еще меньше, еще меньше. Где-то там две десятых, где-то три десятки. Вот такая разница. Где-то шесть десятых. Очень серьезно. В итоге отобрали 15 лучших знатоков книги. Им вручили дипломы, денежные вознаграждения и бытовую технику. Третье место заняла уже Нат Абдулаева. Она заработала путевку на Малых Ажумру, в Лучезарную, Мекку и Медину. Второе место у Заиры Гамзатовой. Она получила 200 тысяч рублей призовых. К этому конкурсу я готовилась 8 месяцев, если быть точнее, и 18 дней. Сколько раз перечитала, я не помню, но я его целыми днями читала. Были первые два месяца, я его вплоть до 3-4 утра учила. Главным победителем оказалась Марья Масья Тимирбулатова с Казбековского района. Она постеснялась выйти на сцену. Вместо нее подарочный сертификат на квартиру в Махачкале получил ее муж. Подготовка, конечно, была очень сильной. Можно сказать, занимала почти все время. С утра до ночи. Такого свободного времени у нее не оставалось. Больше мирной надежды было, чтобы победить. Очень прекрасная книга. Обучает нас, как нужно внутренне очищать себя, преображать свой внутренний мир. И вообще, как нужно прожить эту жизнь, чтобы спастись на том свете. В завершении церемонии награждения автор книги «Благонравие праведников Муфти Дагестана» Шех Ахмад Афанди обратился к участникам и зрителям. Всем тем, кто изучал, я прошу Аллаха, чтобы Аллах им дал возможность следовать тому, что они изучали. Цель книги тоже заключается в этом, следовании тому, что мы знали. Это, конечно, зависит от Всевышнего. Поэтому прошу Аллаха, чтобы Аллах нам дал возможность. Конечно, если мы стараться не будем, кто нас заставит следовать? Еще раз поздравляю всех участников. Я знаю, участвовали со всех регионов России. Не только изучат, даже сюда приехали им большие проблемы. Но, тем не менее, они показали свою любовь к пророку, последователям, наставникам удачи, благополучия, здоровья и долгих лет жизни. И к новостям культуры. На прошедшей неделе по всей стране прошли масштабные мероприятия ко дню рождения Расула Гамзатова. Великому дагестанскому поэту в этом году исполнилось бы 98 лет. Так, в Махачкале состоялось возложение цветов на могилу поэта у подножия горы Таркитао. В торжественном мероприятии принял участие в Рио главы Дагестана Сергей Меликов. Вместе с ним почтить память Расула Гамзатова пришли его близкие и друзья со всей страны. Писатели и общественные деятели. Знаменательную дату отметили и в Москве. Моя коллега Наталья Хамбабаева лично побывала на мероприятии. Проводимые ежегодно гамзатовские дни стали международным праздником поэзии. Изначально мероприятия проводились только в Республике Дагестан, но позже получили распространение и в других регионах России, в том числе и Москве. В течение многих лет 8 сентября у памятника Расула Гамзатова в Москве собираются представители дагестанской общественности. Мероприятие проходит в неформальной обстановке. Люди разных национальностей, искренне любящие поэзию, читают стихи Гамзатова, поют песни и признаются, что в произведениях дагестанского поэта можно найти ответы на многие вопросы. Мы гордимся тем, что в центре Москвы стоит памятник нашему великому дагестанцу, который не только большой поэт, большой интернационалист. Расул Гамзатов говорил так, «За границей ягод русский, в Москве я дагестанец, в Дагестане я аварец». Наверное, это самая интернациональная позиция человека, и если мы будем ее придерживаться, наверное, все будет хорошо. Поэзия Расула Гамзатова, наверное, это целое явление, это не просто стихи, это философия, это философия жизни. Наверное, каждый человек может найти там ответ на многие вопросы в разных жизненных ситуациях. Почитают поэта в Москве не первый год, но москвичка Белла Гутникова попала сюда впервые. Говорит, что вечер памяти поэта ей очень понравился, а Расул Гамзатов для нее – это эталон мужественности. Мне очень понравился вечер. Здесь же какие люди симпатичные, добрые, открытые, искренние. Вот такое впечатление, как будто это семья. Не знаю, он хороший человек. Настоящий мужчина, побольше бы женщин, по встречанию таких мужчин, как Расул Гамзатова, может быть, у нас и разводов бы не было. Потому что он эталон порядочности, надежности и мужественности. Так хочется иметь рядом вот такого друга, надежного и симпатичного. С творчеством Гамзатова знакомо и любит не только старшее поколение. Свои любимые строки из произведений вспомнили его правнуки. А журавликов-то малость, сделать девочкой осталось. Да больной не лег он труд. Все, девочке казалось, журавли ее спасут. Журавли спасти не могут, это ясно даже мне. Люди, люди пусть помогут преградить пути войны. На площадях, в парках, со сцен театров, по всей стране звучат стихи и песни поэта. Сборники стихов Гамзатова выходили миллионными тиражами, переводились на десятки языков мира, а выступления проходили при полных залах. У каждого здесь свой Гамзатов. Он умел по-настоящему дружить и любить. Таким запомнили его друзья и самые близкие. Таким он остался на века в своих произведениях. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Москва. Это были главные новости минувшей недели. Следите за развитием событий на нашем канале. С вами была Патемат Ханапова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова